Давайте разберемся, что такое делитель напряжения и как он устроен. Просмотрим следующую схему, строящуюся на основе пары резисторов. Простейший резистивный делитель напряжения представляет собой два последовательно включенных резистора R1 и R2, подключенных к некоторому источнику напряжения В входному. Какое же напряжение получится на выходе? Или, эквивалентный вопрос, какое напряжение покажет вольтметр? Поскольку резисторы соединены последовательно, то ток через R1 и R2 будет одинаков, пока к выходу В выходному ничего не подключено. В соответствии с первым правилом Киргофа запишем I1 равно I2 равно I. Падение напряжения на каждом резисторе согласно закону Ома будет пропорционально сопротивление. То есть В1 равно I на R1, В2 равно I на R2. Так как суммарное сопротивление пары резисторов при последовательном соединении не равно сумме двух сопротивлений, то ток I будет равняться В входное делить на R1 плюс R2. Тогда напряжение В1 будет равняться В входное делить на R1 плюс R2 умножить на R1, если R1 будет равняться R2, обозначим это как R, то на выходе мы получим половину от подаваемого напряжения. В2 равное В выходное будет равняться В входное умножить на R, поделить на R плюс R, что равно 2R. R сокращается и остается В входное пополам. С делителем напряжения не все так просто, когда к выходу подключается и какой-либо потребитель тока, который еще называют нагрузкой load, сопротивлением RL. В этом случае выходное напряжение уже не может быть рассчитано лишь о значении В входного R1 и R2. Сама нагрузка провоцирует дополнительное падение напряжение. В случае с подключенной нагрузкой следует рассматривать нижнюю часть делителя как два резистора, соединенных параллельно. Тогда R2L будет равняться 1 делить на 1 на RL плюс 1 на R2. Тогда выходное напряжение, которое также равно В2, будет равняться В входное поделить на R1 плюс R2L умножить на R2L. Следует обратить внимание, что если сопротивление нагрузки делителя напряжения много больше собственного сопротивления делителя, то в расчетах этим сопротивлением, включенным параллельно R2, можно пренебречь. Итак, с помощью пары резисторов мы можем изменить значение входного напряжения. Например, с 7 до 4 вольт, если R1 будет равняться 300, а R2 400. Это простой способ получить несколько различных напряжений в одной схеме, оставив при этом только один источник питания. Субтитры сделана Казахстан. Насколько, субтитры создана Казахстан. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...